Всем привет! Меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Сегодня будет очень необычный выпуск, а именно выпуск с моим мужем. Не так давно у меня вышло интервью, где я рассказывала самую интимную информацию о себе, очень откровенное интервью. И когда мы его смотрели с мужем, мой муж сказал, что это все неправда. И совсем мы не так познакомились, и совершенно не то он думал, когда со мной познакомился. Поэтому я решила сделать интервью с ним, и подписчики написали большое количество вопросов, что бы они хотели узнать у Антона. И я тебе буду зачитывать вопросы от подписчиков Анны Кравченко, которые касаются не только тебя, но и Анну Кравченко. Первый вопрос. Сколько тебе лет и насколько ты себя ощущаешь? Мне сейчас 36. Когда я с тобой познакомился, с Анной Кравченко точнее, мне сказали, что мне 35, а мне было 31. И последние 5 лет, мне кажется, что мне всегда 35. Но я ощущаю себя где-то лет на 28. Кем ты мечтал быть в детстве? В детстве я мечтал быть бандитом, как и все, наверное, дети, которые жили в том районе, в котором жил я. Почему? Потому что у этих всех странных людей было все в то время. Но потом эти мечты сразу же переросли в что-то более понятное, и потом я все-таки мечтал быть бизнесменом, собственно, кем и стал. Вот. Как раз кем ты работаешь? Сейчас я занимаюсь несколькими направлениями. Не буду говорить, что я серийный предприниматель. Скорее, наверное, у меня есть три серии под названием «Туризм. Индустрия гостеприимства» и «Проект Визит Украин». Это один бизнес. Бизнес моего юношества. Это «Ивент Индустрия Нота Продакшн». Организация больших ивентов со звездами шоу-бизнеса. И третий бизнес – «Стартап». Это производство. Кстати, как раз моя жена стала триггером по этой дорожке. И у нас сейчас небольшое производство косметических и фармацевтических средств. Чем ты увлекаешься? Все люблю. Экстремальное, быстрое, активное. Серф, сноуборд, все, что связано с этим. Воркаут. Динамичный спорт у меня очень бодрит. Самое неудачное свидание? Самое неудачное свидание? Я даже, наверное, не помню. А я помню, ты мне рассказывал про машину. А, хорошо. Мы можем все говорить? Мы можем все говорить. Окей. Откровенное интервью от Антона Тараненко. В общем, в недалеком прошлом, когда я был совсем уже и не юн, мне было около 20, у меня была машина «Субару», и я поехал с одной барышней на речку. Встал на машине вот так вот, собственно, а там такой склон был вниз. И мы, собственно, с ней общались до этого, пошли на заднее сидение, целовались. У нас достаточно близко развивались отношения. И, собственно, когда она была сверху на мне, машина раскачивала. И в один прекрасный момент я понял, что мы летим с горы вниз. И вот на моменте, когда, собственно, кульминация события произошла, машина практически тонула. Сколько раз звал девушек замуж? Два. Два. Осознанно так, что по любви один. Жену. Какую из них? Какую. Свою, одну, единственную, Аню. Очень приятно. Каким одним словом ты можешь описать свой характер? Динамично. Динамично. Следующий блок – это семья. Прекрасно. Ты сказал, что, когда ты смотрел интервью мое, сказал, что совершенно мы познакомились по-другому, чем рассказывала я. Вот как ты считаешь, как мы с тобой познакомились, и когда ты понял, что все, вот я хочу на ней жениться? Ну, познакомились мы, наверное, так, чтобы глаза в глаза реально в рабочем процессе. Я не помню уже, какие-то были артисты, но что-то такое. Ну, а вот так, чтобы я считаю, первое наше с тобой свидание – это была арт-завод платформа. Я тебя, помню, забрал, мы поехали. Мне всегда, я что-то себя чувствовал, так, знаешь, немного неуверенно, потому что мне казалось, что ты где-то там супервысоко летаешь. Хотя я тогда летал тоже как бы не низко. И вот все равно, знаешь, но потом, когда я помню, вот как сейчас, мы сидим на этой летней террасе возле арт этого кинотеатра, едим какие-то хот-доги, и ты говоришь такая. Вот эта фраза вот – ты не парься, что ты нормальная баба. И все. Вот на этом я понял, что все как бы окей, и ты мне очень сразу понравилась. И я сразу понял, что я очень сильно хочу, чтобы ты был в моей жизни. Важен ли секс в отношениях и как часто должен быть секс с партнером, в семье? Очень важен. Я считаю, что это одно из основополагающих. И чем быстрее, ребят, собственно, вы поймете, что этот человек вам подходит в отношении секса, в какой-то близости, тем крепче будет отношение и в целом дальше. Как часто? Ну, несколько раз в неделю, два-три, я думаю, нормально. Причем здесь очень важно не переборчить и не недоработать. Как считаешь, должна ли женщина уходить в декрет? Ты имеешь в виду вообще типа не работать? Ну, типа сидеть здесь? Ну, вообще, то есть должна женщина, давай начнем с того, должна же женщина работать, либо не работать. И второй момент, когда у нее появляются дети, должна ли она уходить в декрет, либо все-таки работать? Ну, во-первых, вообще она должна жить по кайфу, поэтому как ей там хочется, пусть так и живет. Если же у нее, условно говоря, есть предрасположенность с тем, чтобы заниматься ребенком, я не вижу в этом ничего плохого. Другое дело тот мужчина, который рядом с ним находится, готов ли он, как говорится, увидеть свою жену вот в этом трансформации? Потому что девушки очень сильно меняются, когда начинают слишком сильно быть домохозяйками. Я, например, тот мужчина, который не очень хотел бы, чтобы моя девушка-жена, собственно, так и получилось, стала там стопроцентной домохозяйкой. А поэтому я помню, что у нас с тобой даже не было такого периода типа жена в декрете. Скорее, жена была в декретной неделе, да, может быть там какой-то месяц на восстановление. На восстановление точно да, но три года, как раньше это было. Все зависит от возможности и от желания женщины. А мужчина он либо воспринимает, либо нет. Но я точно знаю, что если этот период затягивается, любой мужчина хотел бы, чтобы женщина была самодостаточной и развивалась. А это невозможно сделать, если ты уделяешь время постоянно детям. Какой у твоей жены характер? Динамичный. Такой же, как у меня. Хотя жена говорит, что у нее более спокойный характер. Но это неправда. Это неправда. Я знаю, что ты можешь максимально быть разной. Как огонь, так и вода. Что ты выбираешь слова? Это ж не про меня. Говори как есть. Скелки. Ты же хотел по-честному все рассказать. Ехал в машине, говорил, да я приду, все расскажу, как есть на самом деле. А тут прям... Я говорю, а ты так и есть. У тебя динамичный характер. Ты можешь быть суперстыльчива. Ты можешь быть нормальный. Тогда возникают у нас жесткие коммуникации. Но у нас с тобой, как в итальянской семье, если скандал, то слышат соседи. Если любовь, то слышат соседи. Поэтому все как бы в динамике и в хорошем таком правильном формате. Кто самый вредный в семье? Ну, сейчас, наверное, гу-гу-гу. Потому что он жрет все. Но мы его очень сильно любим. До этого... Ты. Если уже говорить. Ну, я же не могу про себя сказать. Почему? Ну, пес, я сказал, как бы может быть наказать же, не вредный. Мы его любим. Просто он пакостничает. Один, даже маленький. Вот. А ты бываешь вредной, ну, потому что ты можешь быть сконцентрированным на своем. И иногда не видишь происходящее ва. И это как бы, ну, увлеченность. Я не буду подбирать там прям какие-то жесткие слова. Я просто скажу, как есть. Как правильно просить у мужчины подарки, чтобы хотелось подарить? Хороший вопрос. Правильно не просить подарки, а правильно быть такой девушкой, которой хочется подарить. Ну, то есть, по большому счету... Какой? Угадывать, наверное, желания мужчины. А это несложно сделать. У мужчин это немного желания. А, ну-ка, каким? Ну, давай, откровенно. Есть мужчина, как пирамида маслоу. Есть первые три ступеньки. Это, условно говоря, чтобы он был сытно кормлен. Причем не обязательно, чтобы ему кто-то что-то готовил. А даже и там, милый, я там заваренировала столик в ресторане, пойдем. То есть, вот эта вот функция, знаешь, как бы закрыть вопрос, не дожидаясь о том, что это мужчина должен сделать. Вторая, конечно же, это секс. И, так сказать, платоническая уже любовь. И третье, я думаю, из таких базовых вещей, это уметь слушать. Потому что мужчина, как и любой, наверное, такой человек, он все-таки хочет, чтобы его слушали. Как и женщина, в принципе. Но мужчины тоже, они на самом деле любят рассказать, поговорить, поделиться своими переживаниями, впечатлениями. Иногда они ходят, ну, поддержка. Вот я слушать, это тире поддержка. Дальше уже идут какие-то интеллектуальные вещи, там более серьезные. Но вот эти три позиции, это очень важно получается. Где-то быть инициативной. Второе, это однозначно удовлетворять мужчину, или там угадывать его желания в интимном формате. И третье, это уметь слушать и уважать точку зрения мужчины. Как Аня часто просит подарки? Как я часто прошу подарки? Нет, вот Аня как раз, на самом деле, делает, если делает, это очень эстетически правильно. Ни разу Аня не говорила, любимый, я хочу это, прям вот, типа, слово хочу, на первом месте большое, купить. Ну, такой, знаешь, подарок, как вот девушки думают, что надо именно делать. Как-то так, знаешь, я тебе рассказывал историю про друга, когда мы все съедали, а он съедал первый, он всегда смотрел на швейду и говорил, жаль, что ты мне не можешь дать. Понимаешь? Точно так же и с подарком в отношении Ани, она может сказать, типа, было бы классно. Ну, можно, вообще, я честно тебе скажу, Аня, ну, со временем мы уже очень просто относимся к подаркам. И на самом деле, там, например, на дне рождения, на какие-то большие праздники, мы друг другу говорим, что мы хотим. Как должна себя вести девушка, чтобы мужчина захотел на ней жениться? Ну, мне кажется, в первую очередь, вот первые три вот эти пирамидки, которые мы ставим, ступеньки, они должны быть точно в гармонии. А дальше, дальше, я думаю, она должна, а, немного как бы понимать вообще о том, из какой он семьи, какие у него принципы в жизни, к чему он хочет идти. И очень неплохо, ну, так, очень нормально поддерживать отношения с его близким, потому что для любого мужчины, ну, я думаю, в целом, если он, там, не сирота, или у него, там, какие-то сложные ситуации с родителями, очень важно мнение родителей. Но нормальный мужчина никогда не будет советоваться с папой или с мамой, там, по поводу своего выбора. Скорее, для него важно, когда его девушка внимание уделяет его близким. Уделяет. Не значит, там, подхалимство или какой-то, там, ну, ты понял. В общем, нет. Именно исключительно, вот, вот это мне важно. Я считаю, важно. Ну, и третье, четвертое, наверное, или пятое уже, это для мужчины осознать то, что при любых ситуациях, потому что сегодня может быть суперхорошее, завтра может быть не так хорошо, но тоже хорошо, она всегда с ним, она его поддерживает. Важно ли для мужчины, чтобы девушка ему готовила? Ну, ты мне готовила. Первое время? Ну, первое свидание дошло было, а не первое время. Я даже до сих пор запомню. Это была фуа-гра, утка с фуа-грой. Какая была утка, и потом, кстати, тоже было прикольно. Вот. Так вот, мне кажется, это как элемент тоже определенного внимания. Да, исключительно. Это может быть нечасто, потому что, если каждый день она варит борщ или разогревает его в микроволновке, которую она сделала три дня назад, это начинает, знаешь, это точно так же, как цветы дарить. Вот если мужчина каждый день будет дарить цветы, то она у нее вопрос задает, что, цветучный магазин? Ну, типа, или в чем дело? Ну, то есть, это уже не будет вау-эффект. Кто в семье должен заниматься воспитанием детей? Вдвоем. Причем, если семья и мальчик, и девочка, то принципиально важно, чтобы было так. У нас с тобой, например, очень хорошая история. У нас мальчик, он, ну, я вижу, что наш сын, он растет в большой любви к женскому полу. Ну, то есть, он видит, мама там, все, у него вот это вот есть. Это очень важно. Но и в то же время он должен понимать, что есть какой-то такой более, ну, где-то не строгий, а более такой, знаешь, системный, хотел сказать, чтобы тебя не обидеть. Ну, такой, короче, мужской, скажем так, формат коммуникации, это супер важно. Точно так же и девочка. Как бы папу я не любил, не завязывал какой-нибудь папой там банты-хвосты, но, мне кажется, жена, мама, как бы они чувствуются на таком нейронном уровне намного интереснее. Как считаешь, должна ли женщина приносить доход в семейный бюджет? Я бы не сказал, что это прям должна, но если это происходит, я не вижу в этом ничего плохого. Просто вопрос распределения этого семейного бюджета. Типа, если у вас европейский формат, 50 на 50, счет 50 на 50, все 50 на 50, ну, это такая, как бы, это не модель нашего мира, украинского и там, ну, условно, пост-радянского, потому что у нас, типа, мужчина всегда за все как, но, я не вижу ничего плохого в том, что если у женщины зарабатывают деньги, она, например, она себе купит там какие-то косметику или там, ну, вот как ты, например, да, давай откровенно, ты же тратишь как бы свои деньги на себя или на прибыль ты там муж за няню заплатил. Ну, это нормально, другое дело, что это же не обязательно там, типа, ну, я могу заплатить, ты можешь заплатить и так далее. Есть большие затраты, связанные с покупкой каких-то там серьезных вещей, то я думаю, все-таки это приоритива мужчины. Но вообще, модель у каждой семьи и разная. Для мужчины важны подарки, вот чтобы девушка ему дарила подарки, и что самое дорогое дарили тебе? Для мужчины важны, но это скорее внимание, это может быть не какой-то физический подарок, а внимание очень, да, важно, я согласен, да. тем более, если подарки, вы начали встречаться с чистой гипотетической девушкой, она там на второе свидание дарит тебе парфюм, например, достаточно дорогой. Класс. Класс. Вообще нормально, конечно, а чего нет? А ты еще ничего не дарил? Так это триггер, я ей подарю, тогда после этого, конечно же, сразу. То есть у тебя не будут? может передарю этот парфюм. А тебе что, самый дорогой дарили? Или подарок, который тебе запомнился, вот от девушки? Я знаешь, как это, я не могу вспомнить, я тебе это неоднократно, говорил, жизнь свою до замужества, до нашей с тобой семьи, ну вот как бы какие-то там, мне реально сложно это вспомнить. А так вообще, наверное, это, ну подарок, ты мне, я знаю, дарила ноутбук, который стоит нормальный, там какой-то денег, то есть, ну я считаю, это, наверное, самый дорогой бы подарок. Ну это приятно, да? Ну конечно, приятно, тем более, я, ну как бы, хотел его, тебе сказал, какая модель, что, как. Как должна вести себя девушка, чтобы ей подарили машину или квартиру, если это не жена еще? Не жена? Да, например. То есть, ну мне сложно, я, например, ни жене не дарил. Почему? Ну, во-первых, я не знаю, но я помог одной девочке на машину, я ей там дал, что-то пять тысяч долларов, а правда, правда это было так, я тебе отдам, я говорю, ну ладно, я думаю, займи мне пять тысяч долларов, на машину, машина стоила, что-то пятнадцать тысяч, на самом деле, мы с ней так, ну типа, и я понимал, ну ладно, я думаю, отдаст? А так вообще, я считаю, что дарят, скорее всего, либо, когда хотят произвести супер какое-то впечатление, вот если не замужем, там не семья, там типа, подарю ей тачку, либо это уже статус, например, любовницы, и он ее а-ля содержит, и это один из элементов, так сказать, поддержания ее юбки, или штанов, да. И мой вариант, я считаю, это когда ты там, ну, я помню, я тебе первую машину подарил на день рождения сына, да? Да, на день рождения сына, сына, да, вторая была на день рождения и третья тоже на день рождения. Кто в семье больше тратит? Жена или муж? Да. Я думаю, жена, но как раз больше тратит такие траты, о которых я не знаю, ну типа там, на себя какие-то вещи и так далее. А это если мы говорим на себя, это важный момент. Хотя я бы сказал, что я тоже на себя трачу, я могу там что-то купить, шмотки какие-нибудь себе там, ну то есть я бы не сказал, что я там затворник, хожу в одном, а то он уже три года, все отдаю, но уже не, не-не-не, я могу сам, пистолет с деньгами, прикольная штука. Ну то есть все может быть. Вот, но это нормально. Просто уже у девушек больше, мне кажется, затрат. У них в целом статей за расходов больше, чем у мужчин. На что в первую очередь должна обратить внимание девушка при знакомстве с мужчиной? Есть пример у тебя? Ну а его размер, ноги. Но на самом деле это тоже, кстати, важно. Я думаю на то, о чем он говорит с ней. Если он с ней говорит интересно, шутит там, ну как бы, то мы же ищем не часы, машину там, что-то еще, мы же ищем эмоции. Вот если эмоционально он ей по фону подходит, а потом, через время, у них еще и в интиме, да, пытаюсь постоянно это слово заменить, вот, в любви все хорошо, то окей, я скажу больше, не обязательно, чтобы мальчик или там мужчина был там сразу состоятельный. Как показывает практика, люди с очень хорошей энергией, вдвоем могут добиваться всего и поддерживать друг друга. Очень много, ну, у нас с тобой тоже, мы с тобой начинали там дружить, чуть другого были уровня, так сказать, сейчас немножко по-другому, то есть, все прекрасно, я считаю, важно это. Как девушке заинтересовать мужчину, который нравится? Вот ей нравится какой-то мужчина, он на нее особо не обращает внимания. Вот представь, на своем опыте, ты нравишься девочке, ты на нее не обращаешь внимания, что она должна сделать, как с тобой познакомиться, чтобы ты обратил на нее внимание. Ну, во-первых, она должна... Так, девочки, это не руководство к действию, если что, сейчас. Вот я сейчас начинаю даже вспоминать своих там каких-то друзей, мне сложновато как бы эту ситуацию на себя одеть, но вспоминаю друзей, например, которые там, ну, достаточно такие, может, состоятельные где-то и у них нет девушек. Хорошие, качественные связи у них происходят на моменте того, когда они знакомятся в своей естественной среде с девушками. То есть, условно говоря, он идет где-то на конференцию и познакомился там с девушкой, которая тоже увлечена каким-то похожим направлением. Или, например, он ходит в спортзал и там увидел девушку в спортзале, но они не просто там как бы залипли на приседы друг друга, а, например, обсудили какую-то интересную тему. Ну, то есть, мне кажется, здесь девушка должна, если ей нравится мужчина, немножко больше узнать о мужчине. Об интересах мужчины. Первое совместное утро с парнем. Важно ли для парня, чтобы девушка с самого утра была с макияжем? Нет, вообще нет. Ну, типа, во-первых, честно, при первой встрече даже, ну, типа, если вы выглядите по-другому, нежели, когда вы там с макияжем, то мне кажется, надо, может, фотки свои показать в реальности. Типа, вы сидите, пьете, слушай, а вот хочешь покажу тебе фоточки свои? Ой, а тут я без макияжа. Если он вот так не отдернулся, все нормально, можно ложиться спать, просыпаться, и у него не будет эффекта нежности. Ну, то есть, из-за естественности, натуральности и без игры. Я бы сказал, не нужно бы естественности, натуральности, за то, как она реально, да, уверенность внутри. Если ей там, ну, типа, она, ну, странно, если она там первое свидание, по-любому, она же не будет там с собой таскать эти детокс-мусы и там подожди, мне полчаса надо, сейчас я тут челан профессионал-лайн. Вот. А она, скорее всего, что? Она ляжет с ним в том виде, в котором есть, и проснется в том виде. Ну, и что? Ну, чуть-чуть помнется. Не знаю, ему понравилось, скажешь, тут все зависит от, как бы, процесса. Но мужчинам нравится уверенной в себе девушке? Да, но не самоуверенной. Не чересчур уверенной. Не сильно уверенной. Что значит самоуверенной в понимании мужчины? Самоуверенной от уверенной отличаются следующим образом. Самоуверенной, когда она говорит я все знаю. Типа, когда он, его мнение уже не доминирует в каких-то процессах, а является второстепенным. Это мужчину на вот этой всей иерархической линейке сдвигает на шашечку назад. А разные мужчины реагируют по этому по-разному. И некоторые очень болезненные. И он думает, типа, такая офигевшая. Ну, окей, давай сама иди. Уверена иди. Ну, и вот такой метод. Ты себя ощущаешь в семье главным? Я ощущаю себя в семье, что последнее слово за мной. Но я бы не сказал, что я там главный по всем делам. У нас там где-то главный есть вообще собака, няня, кот вообще главный в своих каких-то процессах. Но я понимаю, что, скорее всего, мое мнение будет финальным, точечкой такой. Хотя я не уверен, что во всех моментах, потому что может быть итальянская семья. Совет для девушек. С какими мужчинами не нужно строить отношения? С какими не нужно? Ну, я бы точно не строил отношения, наверное, с легкомысленными людьми. Ну, то есть, те, которые... Что значит легкомысленные? Это значит, например, если мы говорим про мужчину, как мне кажется, это тот, который, ну, скажем так, очень просто, легко и достаточно, ну, так знаешь, ко всяким таким даже, ну, системным... Условно говоря, если у девушки есть какие-то свои там... Давай пример приведи. Какой-то легкомысленный... Да, давай. Если, например, они сидят вдвоем вместе, там, например, общаются все, его друзья, которые тянут его, он, например, не употребляет наркотики. Возникли его друзья, которые говорят, слушай, поехали там, что-нибудь сделаем. То-то-то, разные как бы процессы. И он говорит, так, все, сорвался, поехал, ну, как бы, при этом она знает, что он... Нет. То, наверное, он поддается под влияние, как бы, людей. Второе, наверное, ну, вот такие мужики, знаешь, алчные такие, которые, вот есть алчные девушки, такие, которые, типа, ну, всегда ради чего-то. Нет. Точно так же и девушке это плохо, да, и мужчины такие. Он может быть, кстати, тоже обеспеченным, но такое, знаешь, вот любое действие ради выгоды. На каком свидании все-таки должен быть секс? Я бы разделил это на две составляющие. Мы с тобой недавно об этом говорили. У нас тоже дочь подрастает, ей уже полтора. И мы уже говорим о интиме, который возникнут наши дочери. Мы с тобой начали про это говорить, и я все-таки придерживаюсь, может, я где-то немного олдскульный чувак, но я придерживаюсь тому, что все-таки до 20 лет у девочки не должно быть каких-то беспорядочных и таких, знаешь, ну, типа... Ну, вообще он должен быть? Секс может быть теоретически, но уже в институте, например, на первом, там, втором курсе, да, но не в школе. Когда мужчина знакомится с девушкой, он ведется на ее внешность либо на ее энергетику? Я думаю, вместе. А изначально внешность, ну, например, он идет, вот мы смотрим, да, видеооператор, девочка стоит. Опа, что-то неплохо, да, но подошел ты к ней. Это второй видеооператор ее муж. Ее муж, поэтому ты на него не смотри. Вот, мы не проецируем туда, мы только туда, но я же не про себя говорю. Мы в целом моделируем, как бы, ситуацию. Но, ты же, когда подходишь, ты уже начинаешь, ты можешь подойти, она красивая, ты можешь подойти, она там, ну, блин, совсем не так говорит, или, например, кстати, важный момент, мы об этом не говорим, а человеком может просто плохо пахнуть. Ну, кстати, духи подарок для первого свидания, это тоже может быть такая история. Что-то, мне что-ли воняет? Что-то мне приперло духи сразу, причем быстро. Так, секунду. Ну, типа, понимаешь, да? Три подарка лучших для мужчины, которые можно там на Новый год, на день рождения, именно для парня, не для мужа, для парня. Во-первых, исполнение его желания. Это самое главное. Ну, если ты знаешь, и вот мы о чем говорили, не стесняйтесь подойти и спросить, любимый, или там, парень, дорогой. Ну, вот, например, она не может, она хочет сюрприз ему сделать. Сюрприз, хорошо. Да, они столько встречаются. Сюрприз, есть анализ его, как бы, все равно желания, если они там начали, даже неделю повстречались, все равно она видит, там, например, Он хоккеист, например, шагер. Да, или там, ну, просто она видит, что у него, или, например, она видит, у него стрёмная шапка. Или, например, какая-то тема, а шапка стоит, сколько, 500 гривен, ну, тысячу максимум, ну, вот это, и она ему дарит офигенную шапку. И это не с позиции, типа, у меня шапка благая, а с позиции, глянь, какая крута. Это тоже может быть, это нормальная история, но если он безразлично относится к материальным вещам, может, он этот подарок не оценит. То есть, я думаю, это может быть вещь какая-то. Всегда там, беспроверечный вариант, какая-нибудь рубашка прикольная, или футболка. Он по-любому ее оденет, даже если вы расстанетесь, он ее оденет. Он по-любому будет в ней ходить. Может, он будет там вспоминать, там еще что-то. Вот. Ее всегда можно порвать. То есть, ну, как бы, есть как бы элемент продолжения этой вещи. Второй момент, можно ему подарить какую-то эмоцию с точки зрения, например, чего-то сделать вместе. На победу. Ну, из такого... Снипить горшки? Нет. Горшки, наверное, нет, но, например, пройти какой-то там... Квест. Квест, или какое-то испытание, что-то, что вас может сблизить, даже. Как у нас каяки, да? Например, да. Прикольная история, когда вы там вместе что-то преодолеваете, какое-то событие. Это же прикольно. Вы общаетесь, вы там, ну, там негативно, позитивно, но вы в коммуникации. И третий момент, это, возможно, ну, опять же, я же говорю, если там прям сюрприз-сюрприз, что-то связанное с вашей интимной жизнью. Когда мужчина, по идее, должен начинать дарить подарки вот девушке? она встречается, встречается полгода, а он ей ничего не дарит. Ну, во-первых, ты же знаешь, да, чем больше ты ждешь чего-то, именно ждешь. Не хочешь и ждешь, тем меньше это происходит. Ждать плохо, хотеть хорошо. Говорить, что ты ждешь, плохо. Говорить, что ты хочешь, неплохо. А если вот с девушкой только начинают встречаться, кто должен на свидание? Ну, это даже не свидание, вот они пошли вместе как будто бы кофе пить. Кто должен платить? И если, например, даже парень хочет заплатить, например, а девушка говорит, нет, нет, я сама заплачу. Это плюсик девушке или нет? Во-первых, смотрите, девчонки, куда смотреть? В общем, инициатива, это правильно. Там твоя камера. Инициатива, это очень правильно. И не надо, если вам судьба дает возможность ему заплатить за ваш конкурент, принимайте. Сегодня кофе, завтра ужин, послезавтра машина, может быть. Когда мужчина готов к детям, как это понять девушке? У каждого по-разному. Сейчас мужики, кстати. Вот мы за тебя говорим. Когда ты понял, что ты хочешь детей? Я вообще понял, это в 27 лет. Я понял, что я... Это просто к тебе пришло, конкретно с какой-то женщиной пришло, с какой-то ситуацией. Я знаю, что я, во-первых, честно тебе... Нет, нет. Я посмотрел просто на свое окружение, у меня, мое окружение, уже там, ну, как бы, были дети в 25-26. Потом я узнал у папы, что он там поженился в 26, и у него сразу же там родился мой брат старший. Я думаю, блин, мне 27, у меня нет детей, ничего нет. Ну, типа, знаешь, вот я как раз, мне кажется, мы еще из той волны детей 90-х годов, которых подталкивала вот эта вот постсоветская уже история. И я уже, как бы, такой на триггере, ага, 26-27, вот время бежит, уже 30, у меня нет детей. А, в 40 лет я сидел у ребенка, в 50, ему всего 10 лет, ааа. И я вот захотел, но я захотел не осознанно. Осознанно я очень сильно захотел у детей, когда, собственно, мы с тобой начали очень так плодотворно уже встречаться. А как вообще вот ты относишься к тому, что жены постоянно нет дома? Они нормальные, меня же тоже нет дома. Поэтому тот момент в том, что мы пересекаемся с тобой утром за завтраком и вечером, когда приходим с работы. как правило, кто-то первее, кто-то позже приходит из нас. Но в целом мы с тобой видимся час утром или два, и два часа вечера. У тебя нет ощущения, что тебе не уделяют внимания? Нет. Я тебе скажу, это ощущение возникает тогда, когда тебе либо нечего делать, либо у тебя не так много задач и забот. У меня столько дел, на протяжении целого дня, что я не ощущаю себя неуделенно. Мы с тобой ходим на свидание. Мы в шесть лет в браке ходим на свидание с тобой. Почему ты до сих пор приглашаешь свою жену на свидание? Что нужно делать жене, чтобы ее приглашали? Ну, вот я тебе скажу, у тебя переломный момент по всем процессам произошел после того, как мы приехали с Мальдиви. Потому что до этого у нас с тобой все было по-другому. На такой, знаешь, на первой передаче мы как из Альянский дед бабка ехали. А сейчас мы на кой? Несемся на третий, иногда четвертый включаем и так с ветерком прям. Ну, мы понимаем, из-за чего это. Роды одни, вторые, движняк, куча еще, бизнес, мне кажется, все равно становление какое-то было такое за эти пять лет. Я думаю, приглашать круто, когда ты приглашаешь женщину, девушку, жену, пока у тебя есть к ней чувство, как вот, условно говоря, в первое время. А мне кажется, знаешь, почему мужчины приглашают своих жен на свидание? Когда им не хватает общения в семье. То есть, по большому счету, мы ходим с тобой на свидание поговорить, в спокойной обстановке, чтобы нас никто не отвлекал. А если ты и так с человеком уже наговорился пятьсот раз, ты уже обсудил, какого цвета ты купил сегодня трусы своему ребенку и прислал семьсот фотографий. О чем с тобой говорить на свидании, если вы и так уже все обсудили? Однозначно. Я с тобой согласен, это тоже может быть, потому что наши свидания, скорее, с тобой, они в том числе и о том, чтобы рассказать друг другу, как мы провели планы, и посоветоваться. Ты ревнивый человек и ревнивая Аня. Вопросы подписчиков. Мне кажется, я могу приревновать, но ты мне не даешь поводов каких-то таких системных. Все поводы, которые были, слава богу, мы их, так сказать, разобрали. Какие были поводы? Ну, один был повод, когда вы поехали с сестрой на какое-то мероприятие, вот в Милан мы едем на конференцию, нам вручат ордена вдвоем. А у нас только начинают. Хорошо. А мне тут звонит муж твоей сестры и говорит, слышь, а куда они уехали? Там же мужиков будет куча. Ты вообще думал об этом? Я думаю, блядь, я не думал. А реально что? Аня, вы где? С кем? Как? И потом ты знаешь, что произошло. Потом был скандал. Потом был скандал. Ну, в целом, я нормально. Что для тебя поводы беременности? Однозначно, это мужчина какой-то, которого я не знаю, причем мужчина, а не парень, который делает макияж себе. Да, давай так, хорошая, кстати, идентификация, да. Вот, это первый момент, а второй момент поведение девушки. Если девушка начинает заигрывать или начинает уделять знаки, опять же, кому? Мужчине, мы же все равно, у нас все вокруг пола, да. А Аня ревнивая? Нет, Аня, я думаю, нет, хотя я не думаю, что она не не ревнивая, она не ревнивая, тем более, если речь идет о каких-то там, а вроде как, нет, ладно, ты, 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 а с кем ты ездил? Куда ты ездил? А кто это? А как? То есть, я думаю, у нас где-то ровно в этом плане одинаковый пример. Теперь будет брить вопрос. Давай, отлично, ура. Был ли секс на первом свидании? Да. Был ли секс втроем в четвером? Да. Окей. Отправлял голые фотки кому-то? Да. Присылают не тебе такие фотки голые в директ, в инстаграм? Нет. Принимал запрещенные вещества? Да. Притворялся уставшим, чтобы не заниматься сексом? Накуриным, но не уставшим. Спорил с женой из-за того, кто пойдет выгуливать собаку? Нет. Тратил больше пяти тысяч долларов за день на себя? Да. Покупал вещи в секонд-хенде? Да. Встречался с двумя девушками одновременно? Да. Согласен ты на еще одного кота? На даче, да. Да. Спасибо большое, что ты ко мне пришел. Я думаю, интервью было интересным. Я хочу тебе, кстати, подарить подарок. Вау. Мужчины же любят подарки. Да. Поэтому я тебе приготовила подарок с легким намеком. Кстати, девчонки, мне кажется, это хорошая идея для парня. Свеча с названием Hot Flirt. Слушай, мне, как бы, до этого у меня были только одни свечи для парня. Сейчас у меня есть свеча Hot Flirt, и я тебе скажу, это круто. Спасибо, что посмотрели видео. Оставляйте обязательно комментарии, я все читаю. Ставьте лайк, сердечко, колокольчик, и до встречи с вами в четверг. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok